Привет всем, с вами снова Денис Трем, компания Destacar. Автомобили из Германии, у нас сегодня две Теслы, они рестайлинговые. Поговорим о рестайле, что они сделали, если можно назвать это рестайл. У нас одна китайская версия, а другая немецкая версия, то есть одна из китайского завода, а вторая из Германии. И вот я хожу и смотрю, чем отличаются автомобили китайской сборки и немецкой. В первую очередь мы заметили то, что у них разный сигнал. Слушаем. Слышно? А теперь у этой. Электроавтомобили нас настигают. Надеюсь, хотя посмотрим, как это будет. В общем, по Тесла Model Y, по подвеске не изменилось ничего. Как была табуреткой, так и осталось. Я езжу на этом автомобиле редко, и езжу с большими усилиями. Потому что вот это вот, вот это вот, как она валится. И когда в обзорах говорили, что низкий центр тяжести, это круто. По мне так нет. Вы попробуйте на этой машине поехать 200 км в час, как ее качает со стороны в сторону. Это ж просто ужас какой-то. Тебя качнуло еще пузом, она, знаешь, она как будто корова и вымя вот этим. Вот так вот раскачивает. В общем, лично мне не нравится. Я езжу на нем крайне с осторожностью. Вот. Я некомфортно себя чувствую в этом автомобиле. Может, я просто не привык к этому и нужно на нем части ездить. Хотя на Тесле проехал уже, сколько? 30 тысяч километров. 20, 10, да. Сейчас 10 на второй Тесле и 20 на первой Тесле было. Вот. Данную версию мы купили, кстати, есть два вида Тесел. И в Германию они приходят китайские и немецкие. И вот мы сегодня хотим посмотреть различия между китайской и немецкой версией. Надеюсь, что-то мы найдем. Потому что я пока различия не увидел, как кроме звукового сигнала. Прикольно, как на велосипеде. Я же говорю, ты выйдешь, жиг-жиг, быстро съездить. А, знаешь, как на ней ездят? Вот так вот. В машину сел, глаза закрыл, приехал, все. А, все, приехал, нормально. А, молодец. На других автомобилях, на которых там класса люкс, ты сел, и ты наслаждаешься каждым моментом, каждым поворотом. В Тесле же, я же говорю, дверь закрыта, приехал, все, я на месте. Так и ездишь. А еще и за этим, за расходом надо следить. Ну, с Тесле проблем нет, быстро заряжается, черджеры везде есть, поэтому не вижу никаких проблем. Так что, как третий автомобиль, возможно, да, как первый, точно нет. Повторяю это постоянно. Наверное, стоит взять немецкий какой-то автомобиль и попробовать его потестировать. ID4. Ну, нижнее, нижнее, 7 секунд, здесь хоть какой-то шпас есть, хоть какое-то удовольствие от езды, там, 4-9-5 секунд, он разгоняется. Это все-таки не 7,5 или не 8 секунд. Быстрый автомобиль. На суперчерджерах я заряжался за один год, и 30 тысяч километров я зарядился всего два раза. Три, получается, с этим автомобилем. Но вчера пришлось его дозаряжать. А так, по сути, я вообще не заряжаюсь на суперчерджерах или на общественных заправках. Зарядка. Жду Tesla Model X Play. Еще не пришла, уже три месяца жду, когда придет. Будем ее тестировать. Вот я ходил, ходил, смотрел. У нас в китайской версии черный кабель. Ну, может быть, это не из-за того, что это Китай, из-за того, что это Германия. А тут у нас синий провод. Еще я только что заметил, в немецкой версии вот здесь нет бамперов, если их можно назвать так бампера. Вот здесь. Видишь, тут ничего нет? А здесь есть. Вот они. По ВИН-номеру их можно определить. Если ВИН-номер начинается на X, это немецкая. Если L, это китайская версия. Тут все одинаково, тут тоже все одинаково. Никаких различий абсолютно нет. Мы сейчас пойдем посмотрим, там еще с фаркопом у меня одна стоит, есть ли у меня такие бампера или нет. А так, по сути, ничего другого я не вижу. Кстати, на 20-х дисках стоит Michelin, а на 19-х стоит Hancock Ventus. Интересно, связано это с 19-м размером или просто резина закончилась Michelin? В свежих версиях у нас нет сенсоров. Сенсоров на бамперов, сбоку, нигде, короче, нет. Ты подъезжаешь только по камерам. И не видно, подъезжаешь, берешь, смотришь, как бы не врезаться. Так что у нас машина больше без сенсоров и заставляет подписывать то, что машина больше без сенсоров. Приезжаешь к Tesla, Tesla говорит, зайди в приложение, там нужно подтвердить, подтверждаешь, подтверждаешь, подтверждаешь. И все. И потом дают подписывать еще документ, что у машины сенсоров больше нет. Tesla не выпускает больше с парковочными сенсорами. Все чисто. И не видно. И ты врезаешься, когда едешь. Будьте аккуратны. То есть таких суперразличий я не обнаружил. Причем некоторые Model Y идут с брызговиками, некоторые без брызговиков. От чего это зависит, вообще не понимаю. То есть ты приезжаешь забирать машину с брызговиками. Вторая без брызговиков не хватило на заводик, что ли. Вот я на кузовщину обратил внимание. И смотри, здесь раз, два, три, четыре. Да? Это крыло. Это по кузову, да? А с этой стороны здесь. То есть абсолютно две новые машины. Вот здесь вот такие вот. Раз, два. И все. Почему так? Непонятно. Но очень интересно. Какой завод строит лучше? Давайте догадаемся. Там нужно Tesla полностью разобрать, чтобы найти какие-то отличия. Ну, два нашли. Китайское исполнение немного лучше здесь, чем немецкое. Хотя тут много краски налито. А нет, это не краска, это вода просто капли. Да, однозначно лучше. Тут прям волнами что-то все. А здесь. Знаешь, что показать? Почему я говорил? Смотри. Здесь крыло залито полностью, видишь? Вот. Раз, два, три, четыре, пять точек. И вот там. Раз, два, три, четыре. А с этой стороны, смотри, китайское. Раз, два, три, четыре. Тоже пять точек, но здесь, видишь, вон. Да? А здесь. С этой стороны косячок. Здесь тоже немножко отходит. Не дозалито. Да? У нас тоже. Сюда можно прям могут засунуть. Двери. Ага. Интересно. Различие, смотри. Здесь болт вкручивается в двери, видишь? Видишь болт, да? А с этой стороны? Идем сюда. А здесь у нас? А здесь у нас гайка. Ага. Что лучше? Болт или гайка? А передние двери у нас на чем? Каким образом крепятся? Тут тоже болт. И все. Чувак. Вроде одинаковая, да? Тут много. Я думаю, специалисты, кто строит эти машины, точно нам скажут, что у них разная. Но кому она надо? Говорить об этом правильно. А с этой стороны тоже гайка, да? Да. То есть гайка. В общем, небольшие изменения, но они по-любому будут, потому что как бы заводы разные. И у одних так, у других так. Хуже ну или нет, не знаю. А здесь наоборот, смотри, здесь торчит, а там нет. Видишь тырка? А с той стороны там и вообще нет. Такое ощущение, что она в жопу ударена. Ой, сейчас я так сказал грубо, да? Смотри, видишь? Такое ощущение, как будто вот эта часть туда чушь дозвинута. Какая лучшая? Не знаю. Одинаковая. Велосипед электрический на колесах. Все. Места тут мало. У нас заставлено все. Тесла. Ноя написано. Открывая. По звуку, я думаю, я думаю, по звуку можно уже определить, что это немец. Пип-пип. Теперь следующая версия. Как думаешь ты? Я думаю, это немец. Я думаю, это немец. Тут все четенько. Тут зазоры. Тут нет. Да? Зазоры есть? Зазоры есть. Так. И здесь нет сквозных таких, как там. И тут все четенько, ровненько. Волны. Да, волны. Теперь пойдем на ВИН-номер посмотрим. Это будет 100% так или нет. Выходим отсюда. Мне у китайской версии, если честно, нравится больше всего звук. Потому что это, ну, прям какой-то ужасный. И ИКС. Смотри. Можешь показать. XP7 это немецкая версия. Звук у китайской версии нравится не больше. Звук сигнала, чем вот это. Пи-пи-пи. Пи-пи-пи-пи. У нас в наличии есть Тигуан. У нас в наличии есть Х3. У нас в наличии есть две Шкоды. Одна Октавия. Жирные комплектации. У нас в наличии есть одна 1.6. Кому чуть подешевле надо. У нас есть шикарнейшая 540-ая. Икс-драйвовая. Дизельная. Слушай, она на таких пирогах закрыта. Сейчас у нее даже ночное видение есть. Такого автомобиля на мобиле ДЕ нет. Китайская, да? Подожди. Это Дори Стайл. XP, это немецкая. А знаешь, почему так? Потому что Дори Стайл. Смотри. Оно с сенсорами. Так что у нас еще есть Тесла с сенсорами. Заходи, покупай. Определились, да? Дори Стайл нормальный. После Рестайла Стайл. Переставить вот эту пи-пи-письку. Пи-пи она так делает. В общем, вот такие вот дела у нас. Это было Тесла на нашем канале. Посещай его. Смотри. Ставь комментарии. Ставь лайфки. Оставляй комментарии. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok